Всем привет! Я хочу вам передать огромный привет из Америки. Я хочу для вас донести некоторые вещи, вот именно вот этот момент трудности. И хочу сказать также, что в Америке очень много через медиа создано. Мы видим такую информацию, когда этот вирус, он как бы полностью созданный, искусственно созданный. Много информации о том, что этот вирус, он настолько же опасен, насколько опасен и любой другой грипп, и любой другой вирус. Очень много причин, по которым было создано этот вирус, и сколько много разрушений он привел. И такого типа разрушения, которые как последствия пришли после этого карантина, они меня очень сильно злят. И самая лучшая реакция на все, что сейчас происходит, лучше всего быть, скажем так, разозлиться. И самый лучший ревенч В том, чтобы процветать, развиваться и быть очень-очень успешным. Это самый лучший ответ этому. Это единственное, что вы можете сделать сейчас. Когда вы чувствуете, что силы и определенные какие-то власти контролируют то, как вы сейчас развиваетесь. И есть некоторая информация, которую я исследовал уже очень-очень много лет, которая расскажет нам, говорит о том, как восстановить свою силу, восстановить свою мощь. Потому что этот карантин, он, по сути, является очень неожиданным внедрением. Он очень сильно внедрился, перебил нашу жизнь. И очень многие люди в таком состоянии, что они волнуются, они стрессуют, у них большой страх в отношении своего бизнеса. И они волнуются, переживают, боятся, и они реально не знают, что дальше делать. Что конкретно сейчас нужно делать. И они находятся в таком состоянии, которое далеко не самое могущественное. Я хочу сейчас до вас донести, каким образом вы можете то состояние, в котором находится сейчас, чтобы как вам это в свое преимущество развернуть. Вам требуется своего рода такого типа стратегии. Знаете, в боевом искусстве дзюдо, Когда вы атакуете ту силу, которая собирается вас разрушить. Вы используете вот эту силу, силу своего соперника, в том, чтобы самому победить. Я хочу, чтобы вы использовали эту стратегию для того, чтобы понять, Я хочу, чтобы вы использовали эту стратегию для понимания того, Каким образом вам выйти из той ситуации, в которой вы оказались. Потому что очень многие конкуренты ваши, они далеко не в самом лучшем состоянии находятся. Они переживают. У них есть финансовые проблемы. У них есть личные проблемы. И если они находятся в заключении таком, то они, соответственно, тоже и не совсем эффективные. Если бы вы были на сражении один на один, Если бы вы были на поединке один к одному, да, стояли напротив друг друга, И ваш оппонент, ваш соперник, он вдруг оказался в каком-то заблуждении, Он вдруг как-то повел себя не совсем сфокусировано. А вы нет. У вас есть план. У вас есть стратегия. У вас есть действия, которые вы можете делать. Кто собирается победить? Конечно, победить может тот человек, у которого самое позитивное мышление, У человека, который более собранный и сконцентрированный. Я считаю, что вы можете здесь увидеть вот эту точку зрения очень ясно. Но вы, скорее всего, думаете, но я же сам в таком состоянии нахожусь. Ну, я собираюсь вас научить тому, каким образом быть в очень хорошем сознании, В очень хорошем ментальном состоянии, в форме. Потому что это первый шаг для того, чтобы быть успешным во всем вот этом хаосе. Вам необходимо свою ментальность в очень хороший порядок привести. И я собираюсь вам показать, как это сделать, вне зависимости от того, в каком вы состоянии. Now, many of you have spent more time with your wife or your husband, your children and your family. You've spent more time with them in the last two months than probably the last year. Вы, скорее всего, за последние пару лет провели... Can you say it again? Yeah, you have recently spent more time with your family in the last few weeks than probably the entire previous year. Вы, скорее всего, сейчас проводите со своей семьей гораздо больше времени, чем вы до этого проводили за последние два года. А это, скорее всего, может, и неприятно совсем. А это даже, может быть, иногда просто ужасно. Но, будучи в этом, вы сейчас, скорее всего, имеете полное представление о состоянии вашей семьи, о состоянии вашего супружества, в каком оно виде, в каком оно состоянии. Прежде чем я буду говорить вам, что необходимо сделать, я вам также расскажу, почему я вообще это делаю. И это пришло ко мне из моих 75 лет вообще жизни. Я это делаю, потому что ты важен. Ты настолько важен, скорее всего, ты даже и не представляешь себе, насколько ты важен. Потому что ты пришел сюда из большой истории, из линии героев. Мы считаем, что герои – это те люди, которые пришли к нам из истории самые известные. Те, которые в скверах стоят, которые у нас на каких-то памятниках изображены. Мы думаем, что герои в основном – это вот эти люди. И это правда, это герои. И даже в вашей семье, скорее всего, вы слышали о тех бабушках, прабабушках, которые еще больше вам знакомы и все истории тоже принадлежат как героям. И мы все им преклоняемся и говорим большое спасибо за то, что они победили в великих войнах. Но у меня другое совсем видение этого. Я считаю, что в вашей семье есть гораздо-гораздо больше героев во всей истории. Чем вы думаете? Потому что они сталкивались с очень трудными ситуациями в своей жизни. И все они это сделали. Все они выжили. И доказательство этому – то, что ты находишься сейчас здесь. Если бы они не победили, и если бы они бросили на все, проиграли в своих преодолениях, то тогда бы тебя здесь не было. Знаете, мой отец никогда не говорил слишком много о его отце, о своем отце. И где-то 15 лет назад я увидел его фотографию, фотографию своего, получается, дедушки. Для меня это был большой шок, потому что я выглядел абсолютно точно так же, как он. Но я его никогда не встречал. Я о нем слышал только плохие истории. Но я подумал, что он же создал семь детей. И у него было две или три жены, что, по сути, вызывало большой скандал. Но я видел, смотря на его фотографию, я видел, что он реально очень крепкий человек. Возможно, он, скорее всего, создал очень много скандалов разных. Может быть, даже пил очень много виски. Возможно, даже были у него друзья, которые такие бандюги. Но я ему благодарен. Потому что у него были дети. И один из его детей, это был мой отец. И они мне подарили жизнь. И я к этому отношусь с уважением. Я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас на вот эту идею, что у вас есть такие предки, которые герои. И некоторые из них, они такие преодолевали обстоятельства, которые мы даже себе и не воображим. Они жили в очень, очень трудное время. И много лет назад, жизнь мужчин и женщин не больше, чем 30 лет была вообще. И женщин в свои 30 лет, они выглядели так, как будто им 70 лет. Только потому, что жизнь была очень трудной. Почему я вам такие вещи говорю? Причина, потому что жизнь, она всегда была очень трудной. И очень многие из ваших предков, у них было гораздо больше жизней, больше возможностей в жизни, чем у вас. И еще другая причина, почему говорю об этом. Вы являетесь некой связью между вами и вашими предками, а также между вами и вашим будущим поколением. Вы являетесь некой связью. Вы есть некая связь. Вы есть вот эта связь между той жизнью, которая была до вас, и той жизнью, которая будет после вас. Вот это твое время. И у тебя огромная, огромная ответственность. Также быть героем. И ты можешь это сделать. Потому что это основа жизни и основа нашей цивилизации. Так как это есть фундамент. Фундамент жизни и фундамент цивилизации. И одна из причин, почему я выбрал жить в России. И я выбрал в своей жизни, чтобы у меня была русская жена, чтобы у меня была русская семья в России. Так как у меня огромное уважение к русским. И огромное восхищение. Я могу видеть русский характер. И это настолько ценно. И у вас потенциал, у вас потенциал быть очень-очень сильным. И понимаете, этот мир в вас нуждается. Этот мир, этому миру ты нужен. Нет ни одного человека, такого как ты. Нет ни одного повторения тебя. И если тебя здесь не было бы живым в этом мире, тогда бы в мире образовалась бы дыра. Там, где ты должен быть, была бы просто дыра. Никто не думает абсолютно так, как ты думаешь. Никто не у кого нет твоих идей. Никто не у кого нет твоего воображения. Вам необходимо это дать миру. Это именно то, как мир прогрессирует. У вас есть свой вклад, который вы готовы вложить в этот мир. И я верю, что у нас, у каждого есть вот эта ответственность. Так как в конце нашей жизни нам следует взглянуть назад и, возможно, даже задать несколько сильных, крепких вопросов. Стал ли мир лучше из-за того, что ты жил? Или вы даже никакой разницы не создали в этой жизни? Или же этот мир сделали еще хуже? Вели ли мы себя плохо, как криминалы, как преступники? Развиваем ли мы своих детей правильно? Будут ли они вклад свой в этот мир привносить хорошим образом? И я хочу сказать, и даже для меня, вот в этот момент, когда мне 75 лет, это очень важные вопросы. В этот момент я не думаю в этом возрасте о том, сколько у меня было Мерседеса, сколько у меня было крутых других вещей, сколько у меня было домов, сколько у меня было вилл и так далее, и так далее. Я вообще про это даже не думаю. Я думаю о своих клиентах, я думаю о своих клиентах консалтинга, бизнесменов, которые обращались ко мне за помощью. Я про них думаю. И я думаю, я им реально помог? Стали ли они более успешными? Уважают ли они больше жену или свою семью? Стали ли они больше их уважать? И я также думаю о своей собственной семье. Моих детях, моих правнуках и моих пяти праправнуках. И вот это то, что я вижу как очень важная часть моей жизни. И я считаю, что большинство из вас со мной согласятся. Конечно, если ты мужчина, у тебя есть дела, которые ты должен делать. У тебя есть бизнес, который ты должен развивать. А сто лет назад ты был охотником, который должен был что-то добывать. И мой тебе посыл, что ты очень важен. И ты можешь использовать вот этот кризис для того, чтобы взглянуть на все, абсолютно на все в своей жизни. И очень хорошо взглянуть, насколько ты этим удовлетворен. и если ты посмотришь на то состояние, в котором оно существует сейчас, это направит тебя на то, какие мечты у тебя должны быть на будущее, какими мечтами ты будешь идти в свое будущее. И я вам еще также расскажу, что я обнаружил своего открытия, то есть своих исследований, каким образом свои мечты претворить в жизнь. и расскажу, что конкретно я из этого изучил. Чем я научился. Когда ты создаешь свою мечту и делаешь так, чтобы твоя мечта, она превратилась в реальность. И я вам так скажу, это требует определенной работы. Так как если ты, допустим, собираешься в путешествии, собираешься по планете ездить на путешествия и планируешь его, в любом путешествии у тебя есть то место, откуда ты начинаешь. Есть конкретная цель, куда ты собираешься. И также есть определенная своя дорога, по которой ты видишь, как ты будешь двигаться в сторону своей цели, своего постпроизначения. Поэтому давайте сейчас мы с вами посмотрим и сделаем очень ясным то, откуда мы начинаем, откуда мы будем двигаться дальше. И каким образом я работаю? Я смотрю каждую область своей жизни и смотрю в том, в каком состоянии находится она. Дам небольшой пример. У меня есть определенная мечта на свой организм. Я представляю себе и воображаю конкретно, как я собираюсь, чтобы это было. Насколько важно, чтобы это было здорово, здоровый организм. Насколько он крепкий. Сколько часов я могу работать очень эффективно. Сейчас у меня юная жена и юные дети, и они очень активны. И, конечно же, я не должен вести себя как старый человек, который еле как ходит, бродит и должен спать весь день. И моя молодая жена, она будет совершенно не заинтересована человеком, который все время устал. И так, у меня мечта, и у меня есть определенное свое воображение, в каком состоянии должен находиться мой организм. И вы можете это назвать «моя мечта». Теперь, следующая область вашей жизни это мои отношения с определенной женщиной, с особенной женщиной в моей жизни. «А что я хочу?» «Ну, я знаю, чего я хочу». «Я хочу такую жену, с которой у нас будет очень хорошее общение». «Такую жену, которую я могу понять и которую я могу заставить и посмеяться, и порадоваться». «Так как я знаю, что если моя жена счастлива, и она смеется, улыбается, то это самое лучшее поведение для моих детей». «Так как счастливая мама, она делает детей счастливыми». «Я хочу, чтобы она была счастлива». «Поэтому, если она счастлива, то тогда я ей больше, очень сильно нравлюсь». «Здесь очень простая идея». «Идея для моей жены заключается в том, что она очень счастлива, она счастлива со своими детьми, дети очень счастливы, и я, соответственно, тоже». «И в этой части моей жизни, в этой сфере моей жизни я нахожусь в очень хорошем состоянии». «Так как я выбирал себе очень тщательно». «И моя жена также обучила меня очень тщательно на то, что делает ее счастливой». «Вот, поэтому я с этим согласен». Следующая область жизни – это мои дети. «У Алены и у меня есть две юные дочери, 10 и 13 лет. У меня очень много опыта с детьми. Я начинал частные школы для детей и подростков». «Я предоставлял очень много коучинга и консультаций для семей. И у меня даже была открыта организация и работала организация по консультации семей. Вот эти все вещи я изучал. Если вам необходимо понимание какой-то сферы жизни, вам необходимо набрать знаний об этом. И это должны быть правильные знания. И еще у вас должны быть способности эти знания применять. Также вам необходимы знания о том, чтобы у вас, о ваших друзьях, о ваших коллегах. Кто ваши коллеги, кто вас окружает? Это те люди, от которых вы зависите? Будут ли они вас поддерживать в трудностях? Уважают ли они вас? Сподвигают ли они вас, чтобы вы стали успешным? Счастливы ли они, когда вы успешны? Радуются ли они за ваши хорошие результаты? На это я смотрю очень-очень внимательно. И я обнаружил, что многих людей, которых я считал, что они мои друзья, они реально не особо меня поддерживают. Да, я знал их, мы общались, и мы были такими дружелюбными. Но они были в скрытой конкуренции со мной. И когда у меня был большой позитивный результат, они даже своего рода были несчастливы от этого. И даже где-то внутри, в душе, они тайно радовались, когда у меня были плохие результаты. И я очень хорошо знал, кого я хочу себе в друзья. И я знал также, как и быть хорошим другом, в том числе. И я на самом деле очень хороший друг, которого можно иметь. Потому как я это понимаю. И еще другая область вашей жизни – это бизнес. Знаете ли вы, как управлять вашим бизнесом и создавать деньги? Вам требуется знание. То есть еще другие есть области жизни. Но если вы собираетесь куда-то прицелиться к какой-то мечте, какой-то цель, да? Если вы собираетесь мечтать, то вам необходимо очень четко просмотреть, откуда вы будете начинать, какие условия, в которых вы находите сейчас. Так как та ситуация, в которой вы находите сейчас и то состояние, в котором вы находите сейчас, это некий фундамент, это основа, на которой вы начнете все выстраивать. Я могу рассказать вам из своего опыта, вам необходимо очень крепко присмотреться к той жизни, в которой вы находитесь сейчас и посмотреть на это очень честно, пристально. Вам необходимо посмотреть на свою жизнь очень пристально и честно. И ничего не прячет для самого себя, не находя объяснений и оправдания чему-либо. Просто очень честно глянуть на то, что у вас происходит в жизни. И иногда на это требуется некая смелость. Если вы только что провели много-много недель только со своей женой и со своими детьми на протяжении всего карантина, вы наверняка можете уже знать, в каком состоянии все это находится. И я уверен, что для многих людей это было очень-очень трудно. так как я знаю, что вы наверняка видите это состояние и вдруг обнаруживаете для себя, что это состояние не самое хорошее. У мужа и жены между собой очень слабое общение, очень плохое общение. У вас есть ребенок или подросток, который постоянно отстраняется от семьи. Все, что он делает, это он смотрит только в гаджет. Посмотрели на это состояние и честно себе признались, да, это не очень хорошо, это не совсем лучшее, что вы хотели. И это требуется достаточно сильного, ну, такой, знаете, смелости для мужчины и для женщины, чтобы взглянуть и признаться, что такое состояние семьи существует. Скорее всего, такая, скажем, такая очень занятая жизнь у вас была, что вы на это ранее даже и не смотрели, и у вас были дела, вы могли идти на встречу, могли встречаться с друзьями и так далее, и так далее, и никогда не сталкивались с тем, что видите сейчас. И вам, скорее всего, вы не совсем, скорее всего, удовлетворены тем, что вы видите сейчас. вы можете себе даже задать вопрос, а где же моя вся сила и мощь, чтобы составить большой этот бизнес, чтобы стать очень богатым, чтобы быть очень успешным, где моя мощь это? То, что я вам сейчас говорю, это та основа и тот фундамент, на котором вы свой успешный бизнес строите. Я обнаружил это из своей консалтинговой работы больше, чем в 20 странах по всему миру. И это было выяснено после работы с разных странах, с разными владельцами бизнеса, с разных отраслей, со всеми бизнесменами. Вот что я обнаружил. что состояние вашего бизнеса это зеркальное отражение самого себя, то есть вас. Это такая большая правда. Я могу проверить и провести инспекцию, проверку бизнеса. И я могу после этого сразу описать личность самого владельца. И я могу познакомиться с владельцем бизнеса. И я могу описать состояние его компании. Вот эти все вещи, они связаны вот так между собой. Так как вы сами лично и создаете свою компанию. Точно так же, как вы создаете свою собственную семью. Я могу пообщаться с вашей семьей. я могу пару часов провести с вашей семьей. И я могу описать вас. Потому что вы можете видеть влияние мужчины или женщины на семье. Вы можете видеть если вы смотрите. Так как вполне реально увидеть влияние мужчины или женщины на семью. Если вы реально посмотрите, как это происходит, вы увидите наглядно, как это отражается. Я могу поговорить с вами с вашими лучшими друзьями. Их узнаю, познакомлюсь. И я могу при этом дальше описать вас. Так как вы притягиваете и привлекаете таких же людей, как вы сами. Какой вы сами? жизнь, так как вся ваша жизнь, абсолютно вся ваша жизнь, это отражение вас самого. Вот что я обнаружил из моих 75 лет работы. А, 75 лет жизни и 45 лет работы. если ты хочешь изменить состояние бизнеса человека, да, и улучшить этот бизнес, ты начинаешь с самого человека. Если ты хочешь улучшить состояние супружества, если ты хочешь улучшить состояние детей, ты начинаешь с самого мужчины или женщины. Так как мир, который ты создал, он отражает именно тебя. Я не знаю, что вы думаете. Я не знаю, что вы думаете о том, что я сейчас говорю, но однако у нас же нет с вами, ну, такого живого общения. но те вещи, которые я вам сейчас рассказываю, я это все в жизни повидал. И я этому научился со своей собственной жизни, со своего собственного опыта. И собираюсь сейчас вам дать то, что я сам изучил то, чему я научился. Я обнаружил некоторые очень успешные вещи. Если вы понимаете то, о чем я вам сейчас говорю, и для вас это вполне ясно и понятно, то я приглашаю вас завтра в это же время на вторую часть этого вебинара. и я собираюсь дать некоторые научные данные, которые собрал и изучил, о том, о том, о том, как вам свою жизнь и мечту о своей жизни превратить в реальность. Io Just going to tell you very exact things that you can do to suddenly raise your energy, raise your power and have a very positive attitude about your business and your life, no matter what the condition is И я собираюсь также вам дать такие конкретные вещи, которые вам необходимо применить, чтобы поднять свою силу, поднять свою мощь, двигаться и делать все, что вы хотите, чтобы изменить и ситуацию сделать такой, как вам надо. Я вам дам очень научные данные о том, каким образом человек, который испытал большие потери, большие поражения, какие-то трудные ситуации у женщин, у мужчин, когда они очень быстро могут себя реабилитировать, когда могут очень быстро восстановиться и начинать действовать на развитие. Также дам некоторые научные данные о том, каким образом вам восстановить незамедлительно и очень быстро свой организм, чтобы вы быстро прокачались и привели себя в форму и могли действовать. Я дам вам такие научные данные, которые помогут повысить вашу скорость изучения, чтобы вы могли применять это и не просто изучать, а уже осуществлять и использовать. Я изучал эти вещи, и я их применял, и я их протестировал в своей собственной жизни. Этому организму 75 лет. В нем нет ничего неправильного работающего. Мне это очень необходимо было, чтобы я всегда был в хорошем, в очень хорошем состоянии. У меня красивая молодая жена. У меня огромные мечты и планы на будущее. Я хочу быть здоровым, я хочу быть в форме, я хочу быть очень работоспособным на протяжении еще дальнейших 45-50 и так далее лет. И я даже постоянно делаю определенные исследования, провожу о том, каким образом этот организм держать в форме и быть крепким всегда. Вы знаете, у меня есть, что еще сделать, у меня есть дела. Я планирую очень активную жизнь в своем будущем. Мне далеко не интересно выходить на пенсию. В Америке мужчина, который после выхода на пенсию, живет в среднем два года. Почему? У них нет мечты. У них нет целей. У них нет ценностей. Они не представляют собой какой-то ценности. Они просто остаются дома и постоянно свою жену дергают. Смотрите, еще очень много дел, которые мы можем сделать. Еще очень много дел, которые ты сам можешь сделать. Ты не можешь позволить себе, чтобы вот этот карантин и вся... Вот этот период, когда мы сидим на месте, разрушил твой организм. Ты живешь. И если будешь работать со мной, то ты создашь гораздо большие и лучшие жизни, чем у тебя была она еще до карантина. Я хочу тебя пригласить. Возвращайся завтра. Я расскажу тебе все вещи, которые я тебе обещал. И если тебе интересно получше состояние всей своей жизни, я также расскажу, каким образом могу тебе помочь. Потому что это кое-что, что я очень хорошо знаю, как это нужно делать. Я очень много лет провел на исследовании такой темы, о которой собираюсь завтра сказать. Поэтому я хочу пригласить вас завтра вернуться на следующий вебинар. Вы можете также порекомендовать прийти вашим друзьям, новым людям. Это будет хорошо. Итак, завтра мы начнем с того, что небольшое такое заключение сделаем из того, что было сказано сегодня. Чтобы была также ориентация на всю вот эту вот работу и новым людям в том числе. И после этого я вам собираюсь рассказать, каким образом вы будете создавать свою мечту, создавать свою жизнь и притворять все свои мечты в реальность. И еще также очень специфично, конкретно скажу, каким образом вы сами лично будете свою мечту притворять в реальность. Спасибо большое за ваше внимание, что вы меня слышали. И поговорим завтра. До встречи. До свидания.